Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете огромное количество интересного и полезного материала в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем не только в формате тест-драйвов, но также и в формате технических обзоров, где мы подробно разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Добро пожаловать на очередную серию технического обзора, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля. А герой нашего сегодняшнего сюжета – это паркетник. Причем, несмотря на короткий период выпуска, эта модель успела обрести популярность на российском рынке и, соответственно, довольно неплохо представлена на вторичке. Встречайте, Opel Mokka, первое поколение, дорестайлинг. Opel Mokka первого поколения была представлена в начале 2012 года, а уже в середине 2012 года первые партии автомобилей были доставлены к дилерам. Эта машина разошлась достаточно большим тиражом. Причем в Европе это был настоящий хит-продаж. Машина продолжала выпускаться в таком виде до 2015 года, когда модель подвергли рестайлингу. Однако рестайлинговых автомобилей российский потребитель уже не увидел в связи с тем, что компания Opel ушла с российского рынка. Интересно, что Opel Mokka собирался на нескольких производственных площадках. Большая часть автомобилей, реализованных на территории Российской Федерации, имеют калининградскую прописку. Однако попадаются варианты, собранные на заводах в Корее. Кроме того, очень и очень редко проскакивают автомобили белорусской сборки. Что касается выбора двигателей, коробок передач и типов привода, на российский рынок Opel Mokka поставлялась только с двумя вариантами силовых агрегатов. Это были два бензиновых мотора. Одинаковой мощности 140 лошадиных сил. Первый имел объем 1,4 литра и был оснащен турбонаддулом. Второй был атмосферный 1,8. Коробки передач могли быть механические либо автоматические, ну а привод передний либо полный. Дизельный двигатель объемом 1,7 литра мощностью 130 лошадиных сил на российский рынок официально не поставлялся. Равно как и мотор объемом 1,6 на 115 лошадей, который являлся базовой для этой модели. Правда, на европейском рынке. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска. И именно эта версия является самой широко представленной на вторичном рынке. Здесь атмосферный двигатель объемом 1,8 литра, автоматическая коробка передач и полный привод. И по традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля. Про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо эта машина сопротивляется нашим дорожным реалиям. Толщина лакокрасочного покрытия Opel Mokka обычно лежит в диапазоне от 100-110 до 160-170 микрон. То есть чуть-чуть толще, чем стандартные 90-130 для, например, японских автомобилей. Качество лакокрасочного покрытия же можно, в принципе, назвать хорошим. Разумеется, автомобили с большими пробегами имеют склонность к сколообразованию на особо подверженных этому местах, таких как, например, кромка капота. А также лакокрасочное покрытие однозначно будет поцарапано, если вы будете продираться на своей мокке через лесную чащу. Но, тем не менее, возрастные изменения наступают на ЛКП этого автомобиля довольно неохотно. Что касается сопротивляемости коррозии, то здесь мокка на самом деле на высоте. И стоит отметить, что это, наверное, один из наиболее благополучных в этом отношении компакт-кроссоверов на вторичном рынке. Обнаружить очаги ржавчины и откровенной коррозии на этих автомобилях можно, скорее всего, на экземплярах в прошлом сильно битых и кустарно восстановленных. Однако при осмотре все же обратите внимание на места стыков пластиковых накладок с металлическими деталями кузова. Хотя, скорее всего, на этих автомобилях, если они, опять же, не имеют аварийного прошлого, по части коррозии все будет обстоять неплохо. В целом, к недочетам по кузову этой модели можно отнести, пожалуй, не самое стойкое хромированное покрытие. Хром имеет свойство пузыриться и вздуваться после нескольких лет эксплуатации. Такое встречается, чаще прочего, на декоративной накладке пятой двери, рамках противотуманных фар. А также, что удивительно, хромированные поверхности в салоне не очень хорошо переносят уборку с использованием серьезной моющей химии. Также, при осмотре поддержанного Opel Mokka, если данный автомобиль оборудован, как в нашем случае, системой Adaptive Forward Lighting, то есть адаптивная система переднего освещения, что предполагает наличие биксеноновых линз, поворотных биксеноновых линз, подсветки поворота и прочих интересных фишек, обращайте внимание на то, чтобы эта система была работоспособна. Проявляться неисправности могут по-разному. В основном, это либо отсутствие переключения света дальний-ближний, либо некорректная работа подсветки поворота, либо это может быть неправильное функционирование регулировки угла наклона фар. Это все относится к неисправностям системы AFL и сопровождается, как правило, соответствующим сообщением на бортовом компьютере. Имейте в виду, что устранение дефектов этой системы зачастую может потребовать замены самой фаре в сборе, что будет стоить не особо-то дешево. Так что, если машина имеет биксеноновые линзы, обязательно проверьте, чтобы они функционировали исправно. Ну и второй момент, без проверки которого вы вряд ли купите любой другой автомобиль, относится к работе передних стеклоочистителей. Нет-нет, на МОКОх попадалась проблема с закисанием механизма. Причем сам электромотор привода дворников здесь работает исправно, и ничто его, как правило, не берет. Даже на возрастных машинах с большим пробегом закисает механическая часть трапеции. Проблема, как правило, решается разборкой и смазкой. Итак, теперь поговорим про силовые агрегаты Opel Mokka, с которыми может столкнуться российский покупатель. Если выбирает автомобиль на вторичке. Первый двигатель, младший по объему, 1,4 литра. Он носит индекс А14НЕТ. По конфигурации это рядная четверка. Причем материал, из которого изготовлен блок цилиндров, в данном случае чугун. Что встречается не так уж и часто среди современных автопроизводителей. Этот двигатель имеет цепной привод БРМ. И цепь выхаживает порядка 150 тысяч километров до замены. Из элементов, усложняющих конструкцию турбомотора 1,4, можно отметить фазовращатели на обоих валах. И эти фазовращатели извещают о своей скорой кончине характерным грохотом, напоминающим работу дизельного мотора. Так что, если вы смотрите Mokka, которая по дизельному тарабанит, будучи при этом бензиновой, скорее всего, муфты придется в ближайшее время поменять. Также эти моторы оснащены турбиной. Турбина на нем дует не какие-то астрономические значения по давлению. Всего 0,5 бар. В принципе, этого достаточно для того, чтобы малообъемный мотор демонстрировал довольно ровные характеристики мощности и крутящего момента. И его вполне достаточно для перемещения как в городе, так и на трассе. В случае, если владелец автомобиля пожелает сделать чип-тюнинг, в принципе, это осуществимо. А14 NET можно раскачать до 160-180 лошадиных сил. Но, скорее всего, достигнута это будет ценой потери ресурса. Если этот двигатель при условии более-менее регулярного обслуживания способен выходить до 250-300 тысяч километров пробега, то что с ним будет после форсировки, предсказать не сможет, наверное, никто. Особенно, если режим эксплуатации подобного мотора будет довольно жесткий. При покупке, имейте в виду, эти двигатели любят подтекать маслом по клапанной крышке. Также раз в 100 тысяч километров рекомендуется производить ревизию системы вентиляции картерных газов, дабы она работала исправно. Однако на А14 NET есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому заниматься их регулировкой владельцам подобных машин не придется. В основной массе проблема этих моторов, турбомоторов имеется в виду, сводится к навесным агрегатам. Зашумел подшипник компрессора кондиционера или потекла засвистела помпа. Но такое попадается на абсолютно любых автомобилях любого производителя. И считать это характерной болячкой, пожалуй, не стоит. Однако, имейте в виду, если вы покупаете себе мокку с двигателем 1.4 турбо, то эти двигатели крайне восприимчивы к качеству горюче-смазочных материалов, как хорошему бензину, так и хорошему по качеству маслу, менять которое нужно регулярно и желательно не реже, чем раз в 5 тысяч километров пробега. Также имейте в виду, что на турбомоторе малого объема поршневая группа работает, в общем-то, в режиме довольно серьезных нагрузок. Поэтому случаи, когда она подводила, так или иначе у Opel были. Это, конечно, не массово и не повально, не все мокки 1.4 проходили через капремонт с заменой поршневой, но такая перспектива, в принципе, существует, даже чисто теоретически. Поэтому, если вы покупаете мокку с турбомотором, изначально отложите энную сумму на всякий пожарный, если вдруг, внезапно, случится необходимость его капитального ремонта. Второй двигатель, который, кстати, более распространен на вторичном рынке, и именно он попадается на автоматической трансмиссии с полным приводом, это А18ХЕР, объем 1.8, 140 лошадиных сил. Это тоже рядная четверка и блок цилиндров, кстати, здесь также из чугуна. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, также два фазовращателя на впускном и выпускном валу. И эти фазовращатели точно так же, при достижении определенной степени износа, начинают постукивать. Так что, если вы смотрите подобный автомобиль и слышите со стороны головки блока цилиндров характерное постукивание, как минимум, есть повод поторговаться с продавцом на возможную замену муфт. Правда, стоит также иметь в виду, что, в отличие от 1.4 турбо, атмосферник 1.8 не имеет гидрокомпенсатора зазоров клапанов. Регламент регулировки раз в 100 тысяч километров пробега. И регулируется зазор здесь подбором стаканов. Что касается привода ГРМ, то на моторах 1.8, в отличие от 1.4 турбо, он ременный. И регламент замены этого самого ремня, это около 100 тысяч километров пробега. Ну, а теперь пробежимся по основным неисправностям, которые встречаются на подобных двигателях 1.8. Причем, стоит отметить, что в основной массе все болячки этого агрегата сводятся, так или иначе, к системе охлаждения. Что касается ресурса А18XER, то этот мотор достаточно крепкий. Никаких сюрпризов со стороны поршневой группы своим владельцам он, как правило, не подкидывает. Ресурс этого двигателя при условии регулярного обслуживания далеко за 300 тысяч километров пробега. Однако, есть ряд особенностей, которые нужно учитывать и на которые обращать внимание при осмотре поддержанного экземпляра. Есть целый ряд характерных моментов, с которыми так или иначе сталкиваются владельцы автомобилей с подобными двигателями. Это касается не только Моки, но, скажем так, и широкой гаммы моделей концерна General Motors, на которые этот агрегат устанавливался. В основном, все они связаны либо с системой охлаждения, а именно подтеками антифриза, либо с течами масла. И первая проблема, с которой так или иначе сталкиваются большинство владельцев этих автомобилей, причем где-то к одному и тому же пробегу порядка 100 тысяч километров, либо 3-4 года эксплуатации, это течь прокладок маслоохладителя. Течь это может быть как в одну, так и в другую сторону, соответственно, в первом случае у вас масло начнет так или иначе попадать в антифриз, и в этом случае вы увидите эмульсию в расширительном бачке. Поэтому обязательно при осмотре поддержанного экземпляра загляните в расширительный бачок и посмотрите на то, чтобы в антифризе не было следов масла. Ну, а если течь наружу, то, как правило, это обычное стандартное загрязнение большим количеством моторного масла. Правда, лечится этот недуг достаточно бюджетно. Как правило, замена прокладок спасает. Причина, почему резинотехнические изделия на этом автомобиле служат не так уж и много, кроется в теплонагруженности двигателя. Агрегат довольно горячий, и рабочая температура здесь может доходить до 110-112 градусов Цельсия. Соответственно, резинотехнические изделия имеют довольно ограниченный срок службы, как раз в районе тех самых 3-5 лет. Также, что касается расширительного бачка, при осмотре автомобиля обратите внимание на то, чтобы с корпуса бачка не было никаких подтеков антифриза. Также, довольно нередко попадается случай, когда ломается либо растрескивается штуцер, на который одевается патрубок на самом бачке. И в этом случае бачок приходится менять. Третье популярное место для потери антифриза – это патрубки отопителя. В месте, где они входят, собственно, в сам радиатор отопителя. В данном случае, чаще прочего, виноваты О-образные уплотнения, прокладки, которые также достаточно недорого и бюджетно меняются. Кроме того, при осмотре автомобиля обратите внимание на такие вещи, как патрубки обогрева дроссельной заслонки, которые крепятся на быстросъемных защелках, например, к корпусу термостата. И по этим вещам также может быть утечка антифриза, поскольку со временем и с годами эти шланги имеют свойство растрескиваться и терять герметичность. Сам термостат на этих автомобилях, кстати, достаточно недолго служит. Но по легковым меркам порядка 60-70 тысяч километров далее его, как правило, меняют. Причем при замене термостата, если он у вас еще стоит родной пластиковый, у вас есть возможность, в принципе, заказать дубликатное изделие с металлическим корпусом. И уже про проблему, например, разрушения корпуса термостата забыть навсегда. Также, если вы меняете термостат и вы достоверно не знаете, менял ли предыдущий владелец те самые патрубки подогрева дросселя, лучше превентивно их заменить, поскольку при демонтаже они могут неприятно удивить потерей целостности быстросъемного соединения. Также иногда встречается и выход из строя клапана вентиляции топливного бака. В данном случае машина может демонстрировать плохой запуск, запускаться не с первого раза, со второго, с третьего и так далее. Кроме того, при сканировании зачастую можно увидеть ошибки по бедной смеси, а также могут плавать обороты. Замена этого компонента, как правило, решает проблему. Также имейте в виду, что эти двигатели имеют одну особенность касаемой системы зажигания. Здесь не четыре индивидуальные катушки, как на том же Hyundai Solaris. Катушка по сути дела одна, она же модуль зажигания, но с четырьмя наконечниками. Деталь эта меняется всем скопом, и периодически владельцы подобных автомобилей сталкиваются с появлением пропусков зажигания, например, по цилиндрам. В этом случае приходится весь модуль зажигания, который находится под этой декоративной крышкой, менять. Но справедливости ради стоит отметить, что чаще прочего эта проблема настигает тех людей, кто пренебрегает периодической заменой свечей и вообще не смотрит за состоянием свечей зажигания. А второй момент, замена этого модуль зажигания зачастую выходит не дороже, чем замена четырех катушек на любом другом автомобиле. Также к пробегам свыше 100 тысяч километров, как правило, появляется необходимость поменять насос системы охлаждения, помпу. Причем, чаще прочего, она начинает течь. Прокладку помпы в данном случае отдельно вы не поменяете, поэтому приходится менять весь узел в сборе. Однако, опять же, повторимся, это Opel и эта процедура стоит не особо дорого, поэтому ничего страшного в этом нет. 100 тысяч километров для помпы это все еще неплохой ресурс. Поверьте, есть автомобили, где данные узлы служат меньше. Подводя итог по двигателю A18XER, можно сказать, что в целом это очень простой и надежный атмосферник. С очень большим ресурсом, реально свыше 300-350 тысяч километров. Единственное, мотор высокотемпературный, поэтому за системой охлаждения на этих машинах нужно следить. После 100 тысяч километров, как уже было сказано, могут проявиться подтеки антифриза. Однако, места, где их смотреть, вы знаете, и что с ними делать тоже. В большинстве случаев достаточно будет поменять уплотнение. Что касается коробок передач, на эти автомобили устанавливалось три варианта. Две механические КПП и один автомат. Механические коробки были либо 5-ступенчатыми с индексом D16, либо 6-ступая с индексом M32. Эти трансмиссии, в общем-то, достаточно надежно и до 200 тысяч километров выхаживают без особых проблем. Единственное, что к такому пробегу, как правило, разбалтывается механизм переключения передач, и переключения теряют былую четкость. Также может присутствовать подтек масла по сальникам и уплотнениям коробки, но по большому счету особо ничем они своих владельцев не огорчают. В случае, когда необходимо менять в коробке подшипники дифференциала, либо вторичного вала по причине появления износа и, соответственно, гула при работе, конечно, бывают, но они достаточно рябки. Что касается автоматических трансмиссий, на Opel Moco устанавливался один-единственный гидромеханический автомат. Маркировка его 6T40. К моменту, когда эта трансмиссия добралась до Opel Moco, она уже была излечена от большинства своих детских болезней. Поэтому эта коробка отличается вполне обычным по нынешним меркам ресурсов для современных многоступенчатых автоматов. 150-200 тысяч километров до появления первой необходимости в обслуживании. Однако, чтобы эта трансмиссия прослужила у вас под 200 тысяч километров пробега, нужно помнить о некоторых вещах. 6T40 очень не любит грязную рабочую жидкость, перегревы и ударные нагрузки. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль в обычном нормальном режиме и меняете жидкость своевременно, каких-либо проблем эта трансмиссия вам подкидывать не должна. Однако, имейте в виду, что если режим эксплуатации автомобиля у вас планируется в основном городской, то есть толкание в пробках, а климат региона, где вы проживаете, преимущественно жаркий, лучше будет озаботиться установкой дополнительного радиатора охлаждения на коробку. В данном случае это способно существенно продлить ресурс автомата. Что касается подвески, вот, пельмокка, то она здесь простая, несмотря на то, что немножко жестковатая. Однако, содержание весьма неразорительно для своего владельца. Что касается самой дорогой детали любой ходовки рулевой рейки, то по ней вопросов по данным автомобилям, как правило, нет. Ресурс этого компонента за 150 тысяч километров пробега. И с рейкой на моках обычно все в порядке. Изначально небольшим ресурсом здесь отметились нижние шаровые опоры, которые служили порядка 30-40 тысяч километров до замены. Однако стоят они не дорого и, в конце концов, можно поменять шаровую отдельно от рычага. Ресурс ступичных подшипников около 60-70 тысяч километров пробега. Примерно столько же способны выходить в стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости. Сами амортизаторы могут начать постукивать после 100 тысяч километров, но, как правило, течами еще не огорчают. Также стоит отметить относительно небольшой ресурс передних пружин. При осмотре этих автомобилей на всякий пожарный убедитесь, что передние пружины не имеют изломов на витках. Если вы смотрите полноприводный Opel Mok, обязательно обратите внимание на состояние подвесного подшипника кардана и на крестовину. В крестовине не должно быть люфтов, а подвесной подшипник не должен издавать никаких звуков при езде. Если на тест-драйве вы слышите гул и, тем более, уже ощущается вибрация по кузову, и при остановке на любых оборотах двигателя этого нет, то есть происходит это только в движении, имейте в виду, что, вполне возможно, вам придется столкнуться с заменой этих компонентов. И с этим лучше сильно не тянуть. Что касается слабых мест по задней подвеске Opel Mok, то таковых можно сказать нет, поскольку здесь все очень просто по конструкции. Тут применяется обычная балка. При осмотре подержанного экземпляра стоит обязательно обратить внимание на работоспособность стояночного тормоза. А если вы уже купили такую машину и эксплуатируете ее, имейте в виду, что тросы стояночного тормоза на Opel Mok очень охотно замораживаются и примерзают зимой, особенно при наличии повреждения на пыльниках, поскольку в месте провиса, как правило, скапливается влага, которая прихватывает трос внутри кожуха. И после этого растормозить колесо можно только после отогрева автомобиля на мойке. Что касается полного привода Opel Mok, то в данном случае используется самая обычная муфта подключения в работу задней оси. То есть в базе автомобиль переднеприводный, но когда ему это надо, он подключает заднюю ось в работу самостоятельно. Процессом этим вы никак не управляете. Муфта здесь установлена фирмой BorgWarner. Она довольно-таки охотно перегревается, если вы используете автомобиль для штурма, например, хорошей грязи или очень глубокого снега. Поэтому стоит помнить о том, что у вас все-таки городской кроссовер, то есть легковой автомобиль, а не внедорожник. Но подавляющее большинство отказов системы полного привода связано с электрической частью, а именно с блоком управления блокировкой этой самой муфты. Сами разъемы здесь не очень хорошо защищены от влаги и грязи и могут окисляться вследствие попадания последних внутрь разъема. Ну а второй момент, сам блок управления электронный, он также имеет уплотнение наподобие силиконового по всей длине. Со временем оно рассыхается и если внутрь корпуса блока попала вода и плата окислилась до невозможности восстановления, то его придется только менять. А до той поры вы будете наблюдать на дисплее ошибку полного привода и машина у вас будет ездить только на передке. Проблема с окислением платы блока управления блокировкой в данном случае такая же, как и на кроссоверах Volkswagen Tiguan. Так что при осмотре Opel Mucca обязательно проверьте, чтобы полный привод на кроссовере, который вы смотрите, действительно функционировал. В активе этой модели также отлично сопротивляющийся коррозии кузов. Поэтому, если в прошлом вы владели Nissan, Mazda или каким-либо другим пожилым автомобилем, который демонстрировал уже все явные признаки возрастного разрушения, Opel Mucca может стать той самой отдушиной. И если вы относитесь к той категории людей, которые скорее поменяют резиновую прокладочку в системе охлаждения, чем будут переваривать кусками гниющие кузовные элементы, то, пожалуйста, эти автомобили вполне могут стать разумной альтернативой более возрастным кроссоверам за те же деньги. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если у вас был или до сих пор есть Opel Mucca первого поколения, вы проехали на этой машине не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, пишите в комментариях людям, которые смотрят себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.